Минут в Москве, в программе персонально ваш, Ольга Журавлёва, Алексей Нарышкин, принимаю. Сегодня Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новые газеты». Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, у нас есть... Около, вот давайте начнём с такой «околомеждународочки». Генсикнад сегодня говорил про Россию и как будто бы встал на сторону путинского режима, и самого Путина, и говорит, что, в общем, и Крым, и Солсбери, атака в Солсбери, это не повод, чтобы Россию изолировать. Это же победа. Вы, наверное, геополитическими должны ликовать. Мало нам футбола. Нет, ну это с российской точки зрения, когда мир делится на состояние войны и состояние, значит, диалога, дружбы и взаимного расцеловывания, это, конечно, выглядит именно как второй сценарий. Но если мы прочитаем даже официальные документы НАТО, которые в России... В России огромное количество мифов про эту организацию. Ну, например, не знаю, россияне считают, что НАТО воюет в Сирии, например, хотя альянс вообще именно как военная структура не задействован в этих операциях. Отдельные страны, представляющие альянс, там действительно свои какие-то военные контингенты имеют. Так вот, короче говоря, если мы обратимся к первоисточникам здесь, то мы увидим, что НАТО, в общем, последовательно выступает за диалог. То есть их... Причём это не то, что они такие романтики, они так любят поболтать, а просто ситуация очень простая, да, что, ну, есть одна страна хорошо вооружённая, есть другая страна, у которой тоже есть ядерное оружие. И у вас есть два варианта. Либо вы друг на друга, что называется, как бы копите какую-то агрессию, либо вы регулярно общаетесь. И поэтому изоляция большой страны с ядерным оружием просто, естественно, в военном смысле слова никому не нужна и никому не выгодна. Поэтому, как чиновники НАТО, достаточно последовательно говорят, что они настаивают, они продолжают стучаться, в общем, в российские двери, которые в основном сейчас закрыты после 2014 года, и предлагают делать какие-то совместные проекты, совершенно не разделяя при этом, ну, консультативного характера, совершенно не разделяя при этом, разумеется, российской внешней политики. А это российские двери закрыты? НАТОвские эксперты, я с ними вот в начале этого года весной общался, они говорят, что да, что до 2013 года было нормальное сотрудничество, большое количество делегаций, генералы, ездили гражданские специалисты, а сейчас практически, ну, то есть просто в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, вот они там открыли сейчас как раз это большое новое здание, там просто есть несколько переводчиков-синхронистов с русского языка, и они в последнее время, это даже такой почти анекдот, они работают с украинскими делегациями в основном, просто потому что из России не ездят больше, и это не позиция НАТО, конечно. Кстати, еще одна международная новость с упоминанием России. И президент США заявил на рабочем завтраке, как раз с генеральным секретарем НАТО перед началом саммита, что очень печально, что Германия будет платить Москве миллиарды и миллиарды долларов за газ, назвал такую ситуацию неприемлемой, и назвал Германию заложницей России из-за северного потока. Судя по всему, Трамп как-то прямо вот накануне контактов с Владимиром Путиным настроен не очень миролюбиво. Я как-то не уверен, что у Трампа просто есть последовательная логика в его высказываниях, потому что... У Трампа хаос в голове? Ну, я не знаю, я тоже, вот как мы часто обращаемся к этому вопросу, что в голове у Путина, ну, у меня нет ответа на этот вопрос, да, и насчет Трампа этот вопрос тоже, в общем, подвешен, мы же не можем прочитать его мысли, но мы видим, как он строит свою политику и внешнюю, особенно, то есть, наоборот, и внутреннюю, и особенно внешнюю, и даже на примере его запутанных отношений с Ким Чен Ином, с которым он сначала долго бронился, потом, значит, долго обнимался, а завтра, может быть, опять будет брониться, никто не знает, видно, что там вот какой-то стратегической линии в риторике Трампа, ее как-то не прослеживается, то есть он разным людям, по большому счету, в разных обстоятельствах говорит разные вещи, зачастую взаимоисключающие. Я все-таки к НАТО хотел вернуться, это заявление для Москвы, мол, давайте, друзья, будем налаживать контакт, или это заявление для внутреннего потребления, опять же, друзья, наши партнеры из Европы, из Соединенных Штатов, давайте пожалеем эту убогую Россию, посмотрите, вот они загибаются уже. Ну, во-первых, что касается европейских военных, то, конечно, им российские власти оказали, наверное, самую важную услугу, начиная с 91-го года, вот за последние три года, потому что все истории про европейскую, европейские вооруженные силы национальные до 2013 года, это история сокращения финансирования, и, в общем, вопрос о том, что вот есть какие-то контртеррористические акции, а, в принципе, никаких других серьезных военных задач у Евросоюза нет. Ну, сейчас, конечно, генералы благодарят судьбу. Да, сейчас там есть, ну, во-первых, просто понятно, что на уровне риторики ситуация изменилась, и понятно, зачем, всем теперь понятно снова, зачем НАТО нужно, зачем военные нужны, все время идут новости, что там какие-то новые батальоны появляются, там программы перевооружения и так далее, но здесь есть просто самая главная цифра, это то, что вот НАТО как раз в этом году борется за то, чтобы все страны-участницы, они имели военный бюджет не менее 2% ВВП, каждая страна, то есть это, на самом деле, очень немного по меркам там высоко милитаризированных стран, но это много по меркам тех трат, которые Европа на войну тратила, на оборону тратила до 2013 года. И там есть еще внутри вот этого 2% бюджета есть еще определенные ограничения, точнее, не рекомендации, а предписания, да, вот на что эти 2% должны тратиться, сколько процентов, там 30%, по-моему, процентов должно идти на перевооружение конкретно, на новую технику и так далее. И это одна сторона, это одна сторона политики НАТО, опять же, вот как бы в этом смысле любой может зайти на сайт НАТО, я думаю, что даже русскоязычная достаточно подробная версия есть, где будет написано, да, что они, значит, считают, что есть 2 задачи, конкретно у Альянса и конкретно в отношении России, сдерживание и диалог. Значит, сдерживание, это вот эта история про, ну, по сути, новую гонку вооружений. Европа там, конечно, далеко не лидеров в этой гонке, главные игроки, понятно, это США, Китай и Россия, вот, но Европа тоже пытается как-то в этом участвовать по мере сил, ей приходится, вот. А диалог, это история про то, что, ну, что самое худшее, что может случиться, это вот полномасштабный конфликт, и тезис, который я тоже слышал от натовских руководителей вот в апреле, это то, что, в общем, ситуация сейчас хуже, чем в советские годы, чем в большую часть советской эпохи. С точки зрения ситуации, не с точки зрения угрозы, там, глобальной войны, а с точки зрения отсутствия контактов, то есть есть какая-то экстренная... Неопределенность. Нет, именно вот, именно, ну, то есть, если у вас есть две большие военные машины, да, то они либо так друг на друга постоянно смотрят с подозрением, либо они просто обмениваются информацией. У вас учение проходит, у нас учение проходит, но и так далее. Доверие какое-то. Да, совершенно верно, это вопрос о доверии. Вот ситуация с российскими учениями, например, заключается в том, что, по данным НАТО, Россия постоянно нарушает там Венскую конвенцию, по-моему, это называется, а потом, когда их спрашивают, а почему у вас, вы превысили количество войск, которые у вас в учении, там, Запад-2017 участвовало, они говорят, знаете, это были не солдаты, а это были повара. Вот, ну, так вот, то есть такая хитрость, понимаете, вот. Ополченцы. Да, они, они, то есть, российская страна, вот, раз за разом, вот, как бы, генерирует, ну, по версии... Это же вот как раз год назад, по-моему, летом в Беларуси ученились. Да, я как раз, они к этому отсылают, тут еще проблема в чем, что я, вот, не знаю, я с российскими военными так не имел возможности пообщаться, как бы, открыто, да, то есть они, они, у них вообще этого интерфейса нету, а НАТО, они в это играют, как бы, да, что приезжайте, мы вам расскажем, что мы думаем, как мы тратим деньги, какие у нас проблемы, вот. И вот у них такая проблема, да, что они одной рукой должны держать там, какой-то там свой вооружение, щит, свой меч, а с другой стороны, они все время говорят, давайте все-таки продолжать диалог, потому что это просто стратегия выживания для Европы такая. Ну, а есть какие-то предпосылки того, что Россия действительно что-то замышляет против европейских стран? Ну, все, нет, здесь все очень банально. Ну, во-первых, была очень мутная история про Черногорию, вот, когда, в общем, вроде как был факт попытки такого явного политического вмешательства, по сути, политического переворота, вот. А с другой стороны, с 2014 года, ну, ходят же эти дискуссии, а кто следующий? Понятно, что, наверное, тяжелее всего, особенно в 2014-2015 году, было Казахстану, потому что его никто не защищает, кроме самой России, ну, вот Украину мы уже защитили от самих себя, вот, но при этом, ну, как, то, что так обсуждается публично более-менее, это история про, там, Прибалтику. Да даже Польшу, как мне кажется. Ну, нет, ну, Польша это что-то такое, это все-таки как возвращение к какому-то варшавскому договору, а просто Прибалтика же считается, там есть русскоязычное меньшинство значительное. И вот они раскачают. Ну, и да, и вот, и там просто НАТО, представители НАТО постоянно им задают вопрос. Если, значит, ситуация с востоком Украины повторится в Эстонии, вы будете воевать за Эстонию? Вот Эстония член НАТО, ну, они формально должны сказать, да, мы в соответствии с пунктом соглашения о коллективной безопасности должны это сделать. Вот такая ситуация. А если уж говорить, если вы уже вспомнили Черногорию, может быть, вы что-то понимаете про Грецию, с которыми у нас случилась сейчас вот какая-то странность. Дипломаты там якобы что-то такое узнавали неположенное, двух выслали, кого-то еще, значит, запрещают служение. Ну, здесь пока здесь понятно, что называется, что беда пришла откуда, угроза пришла откуда не ждали. То есть мы это считали, что и российская пропаганда, она рассказывала в последнее время, что Греция очень нам дружественная страна. Братский народ. Да, и православные, и от Западной Европы пострадали, там экономические, и правительство там какое-то популистское было, которое нам было так симпатично. Но вот, видимо, конъюнктура меняется постепенно, и Россия же раз за разом возвращается к этой такой параноидальной максиме о том, что только два союзника у нас есть, и Греция, вот тоже не в их числе. Только армия и флот, как мы знаем. Ну, то есть это паранойя, я хотела выяснить, как вам кажется, это паранойя российская или это паранойя греческая? Ну, дело в том, что с учетом того, что у российских чиновников, у российского госбизнеса явно большие интересы к недвижимости и каким-то активам на территории Греции, то, в принципе, что-то похожее как раз на черногорский сценарий, более-менее очевидно, да, то есть для того, чтобы тебя не выперли с твоими коррупционными деньгами из какой-то территории, лучше всего ее подкупить целиком. Вот, поэтому, ну, подкупить или там добиться какого-то влияния какими-то серыми схемами, поэтому мне кажется, что здесь речь идет не о паранойи, а о неожиданной, неожиданно жесткой реакции Греции, скорее всего, на какие-то реальные действия. В нашей студии Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новые газеты». Вы можете посмотреть на Кирилла в нашей трансляции в YouTube, на канале «Эхо Москвы». На сайте вашего издания «Новые газеты» очень удобно есть счетчик. Всегда можно зайти и посмотреть, сколько дней голодает сенцов. Уже же заканчивается чемпионат мира, и говорили о том, что вот как раз перед чемпионатом говорили, что вот эти вот совпадения двух этих таких событий, голодовка и чемпионат, это не очень хорошо, в том числе для Путина. Но никаких же, никаких движений нет. Сенцов по-прежнему голодает, другие украинские заключенные голодают. А как это возможно? То есть, с чего начнется какой-то процесс, не знаю, обмена пленными? После смерти сенцова? Ну, я не хотел бы так, конечно, ставить вопрос, хотя, в общем, он сейчас в нынешней реальности звучит вполне, такая постановка вопроса вполне реалистична. Я думаю, что очевидно, что чемпионат хорошо прошел, и тем самым все остальные проблемы ушли на второй план для российских властей. И насколько надолго эта ситуация закрепится, ну, вопрос открытый. Но они добились главного, они запустили в Европе и в мире дискуссию о том, так ли плоха Россия. И многие считают, что с Россией все в порядке. И, соответственно, получается, что так как чемпионат все равно уже удался, то что будет сенцовым вообще не важно. Ну, более-менее, да. Ну, то есть это, на самом деле, довольно странно, да. То есть вот эта дискуссия про то, можно ли болеть за российскую сборную или нужно ли болеть за российскую сборную, она, конечно, какую-то такую странную очень окраску носит с одной стороны, а с другой стороны, вот когда, ну, как известно, нам говорят, что Путин футболом не интересуется, такая вот у него есть личная особенность, а зато у нас есть Дмитрий Анатольевич Медведев, всеми обожаемый. И когда он встречается на трибуне с этой прекрасной президентом Хорватии, кстати, выходцем из НАТО, как раз она там в секретариате НАТО долгое время работала. Медведев не знает. Не, дело не в этом. Они, то есть, как бы, какие политзаключенные? Все друг к другу улыбаются, жмут руки, шутят вместе, все хорошо. То есть просто картинка, она, я не хотел бы в данном случае вот конкретно хорватского президента в этом обвинять, но просто картинка создается именно такая, что, в общем-то, все нам рады, все, все. Ну, вот Тереза Мэй, наверное, не приедет на матч с Англией или там на финал, возможно, но... А бельгийский король даже не стал Трампа встречать, потому что, видимо, очень увлечен футболом. Трамп приехал такой, вообще никто не встречает. Обидно, правда, в Бюсселе. Я прошу прощения, по поводу еще чемпионата и имиджа России тоже. А, ну, прости, у меня вот конкретно про встречи тоже, про чемпионаты, а Макрон вроде как с Путиным на финале встретится. Можно, например, от Эммануэля ждать, что он Владимиру Путину в течение 90 минут что-то передаст, какую-то информацию, что-то потребует. Или вот опять же будут вот эти вот улыбки, ах, какой замечательный стадион. Они совсем недавно встречались, Сенцов, кажется, еще не голодал тогда, как раз начиналась эта история, они встречались... В Петербурге же они были. Да, в конце мая они встречались, и, кажется, там были... Там была... Всех удивило тогда, насколько Макрон оптимистично... Доброжелательно. Да, насколько он готов какие-то все время такие безответные пасы отдавать российской стороне, что, значит, на самом деле мы одна европейская семья, мы вот там, значит, русскую литературу ценим и так далее. Он попал под обаяние Путина? Я не знаю, но понятно, что у Макрона в своих проблемах хватает, кроме отношений с Россией, вот, и, наверное, его отношение с Путиным, это просто... Я бы сказал, что это, скорее всего, просто способ дополнительного влияния на его избирателей. То есть у меня даже с Путиным хорошее отношение, как вот Трамп хвастается насчет Ким Чен Ина. Кстати, о Хорватии. Вот вроде бы все мирно, замечательно, и красавица-президент, и все друг друга улыбаются и машут, а тем временем футболисты как подгадили. Ролик со словами «Слава Украине». Два ролика. Да, два ролика. Господин Клинцевич уже сказал, что хорваты предатели славянства, и все вот это вот. Это как бы параллельная история. Объясните мне, пожалуйста, почему нельзя говорить «Слава Украине»? Ну, здесь какая-то есть такая грязноватая тайна, на самом деле, потому что вроде бы, ну, вроде бы вот «Слава Украине», ну, она отчасти, конечно, это речевка, этот слоган он ассоциирует с украинскими националистами, но на самом деле слоган этот более широкий, такой гражданский, в принципе, нейтральный достаточно для Украины. По крайней мере, в последние годы это просто для них такая была нормальная фраза. Вот как «Вив ла Франс», как, значит, «Жива Беларусь», и, не знаю, и у нас, по-моему, Россия… Еще Польска не сгинела. Да, и, по-моему, даже в России ровно такая же фраза существует. Слава России. Ее тоже как бы время от времени даже, по-моему, чиновники несколько раз использовали, и вроде бы никто сквозь землю не провалился. Вот, но некая такая вот такая какая-то мрачная… Ну, не то чтобы это тайна какая-то, но смысл в том, что у нас российские власти, они как бы занимают две… они сидят одновременно на двух стульях. С одной стороны, украинский братский народ, украино-братский народ, мы вообще-то против Украины ничего не имеем, просто там вот к власти пришли такие негодяи, вот если бы там был бы Янукович или какой-нибудь другой там друг из Ростова, то все хорошо было бы. Вот, и… а с другой стороны, вот оказывается, что если хорватский футболист говорит славу Украине, а он имеет для этого основания, он там играл в Киевском «Динамо», или даже продолжает играть, я сейчас не помню, вот, и он по-русски умеет общаться, ну и так далее. Вот, то тогда мы говорим, нет, вы что, это же политизация, более того, это предательство славянского мира. И, кстати, не очень понятно, почему именно хорватский футболист в данном случае предатель славянского мира, а не сенатор Клинцевич. То есть я не очень понимаю, ведь там два славянских народа, а у нас один славянский народ, вот, вроде бы. Еще у нас, на самом деле, есть русский мир, вот, как-то здесь, в общем, все очень запутано, вот эти все миры, цивилизации, они как-то сталкиваются в голове сенатора. Вот, поэтому мне кажется, что когда на хорватского футболиста так наехали за эту политизацию, это выявило, что на самом-то деле с Украиной у нас какие-то, видимо, не очень хорошие отношения, может быть, даже война. И ФИФА это признает. Ну да, да. Получается. При этом это не повод, чтобы не проводить в России чемпионат мира по футболу. То есть здесь вот такая немного... То же, что говорит Столтенберг. Мы, конечно, не признаем Крым, но это не повод. А на ФИФА надавили? Или они сами такие сознательные поняли, что... Побежали впереди паровоза. Лучше сейчас вот это вот... Не педалировать тему. Ну, я думаю, что ФИФА в данном случае, раз уж они проводят у нас чемпионат мира по футболу, то они с нами в одной лодке с российским руководством сейчас. Нет, просто опять же мы вспомним, кто сидит в этой VIP-ложе. Медведев, Грабр Китарович, да, и Инфантина, который, по-моему, на каждом матче присутствует. Собственно, почему бы там не обменяться, не сказать, и не выразить свою озабоченность тем, что какой-то вот этот вот там бегающий под таким-то номером говорит гадости. Это же не первый прецедент на чемпионате мира. Перед этим сербы жаловались, что, значит, албанские швейцарцы как-то показывали Морла. Мне, кстати, очень понравилось этот аргумент. Они нам Морла показывали. Совершенно невозможно было там играть как-то. Мы страдали. Вот, поэтому это все в одном ряду. Я не вижу какого-то больше заинтересованности ФИФА к этой фразе. Но здесь, в данном случае, здесь именно... То есть это не проговаривается прямо, но на самом-то деле все понимают, какие отношения у России с Украиной, почему сейчас про Украину лучше вообще не упоминать в контексте этого чемпионата. И в этом есть лицемерие, конечно. Я представляю, какие сложности были бы у всех, если бы Украина на этот чемпионат попала. Вот это все. Это геморрой просто колоссальный. Как быть с украинскими болельщиками, с футболистами? Ну, не знаю. Может быть, это бы вообще изменило мир. Еще, кстати, еще про футбол. Да, вот я хочу как раз про британских болельщиков, которые же сказали, что Россия — это круто. Появился ролик папы с сыном, который объясняет, что все, значит, все страшилки английской прессы — полная фигня, кроме авиакомпании «Победа». Упрек совершенно справедливый, кстати. Все остальное замечательно. Чудесные люди, чудесные стадионы, все удобно, классно, дешево. И вообще просто лучше не бывает. Борщ, сырники. Очень вкусно, да. Бабушки готовят волшебно. Ну, в общем, не придерешься. Но нашли, к чему придраться. Оказывается, папенька в России работает с 90-х годов. Ну, там заметно, что он по-русски знает кое-что. Это что-то меняет? Или это все равно прекрасное свидетельство? Ну, наверное, если бы они хотели быть честными, они вначале бы рассказали про этот свой бэкграунд. И что, в общем, папа свозил сына в страну, где он работает, познакомить с ее культурой, пользуясь таким поводом, это, наверное, тогда бы более... У нас была бы более объективная картинка в отношении вот этого высказывания. Ну, и если мы совместим эти два факта, то есть, что он такой обрусевший британец, экспат, да, и, ну, не знаю, какие-то ассоциации с русской классической литературой, вот кто ехал работать там в XIX веке из Европы сюда, там... Немцы, итальянцы. Гувернерами какими-то, да. Ну, у него наверняка какая-то более такая, значит, серьезная современная профессия. Вот, но смысл в том, что Россия его, по сути, кормит, понятно, что он к ней привык, и на этом фоне вот сам восторженный тон, где, ну, там почти никакой критики нету, за исключением пару нюансов. То есть, они от России больше в восторге, чем самые такие последовательные российские патриоты в восторге. От России они взахлебывают, рассказывают, как это... Конечно, когда мы узнаем про его профессиональную карьеру, нам как-то в эти восторги... Эти восторги выглядят более сомнительными, поэтому это, конечно, не очень честно. Ну, не рассказывать об этом прямо вначале, кто мы такие, почему мы любим Россию. Так было бы нормально, конечно. Но при этом этот парень со своим отцом, они, наверное, самые известные стали болельщики, но все-таки справедливости ради нас сказать, что иностранцы действительно под впечатлением. Так вот, если почитать какие-то зарубежные статьи, то действительно можно прийти к выводу, что СМИ скорее так все... Ну, там же, здесь же, понимаете, ну, вот, допустим, было очень много... Мы обсуждали уже, что было очень много болельщиков из тех стран, которые от России максимально далеко и географически, и политически. Чем ближе к России, тем меньше болельщиков приезжало. То есть самое минимальное количество болельщиков приехало из Украины, из Польши, из Великобритании, вот из этих стран. Вот, и понятно, что когда сюда ехали мексиканцы, у них была идея, что они приедут в мороз. Поэтому, кстати, и мы латиноамериканским болельщикам были рады больше всего. Они про нас ничего не знают. И мы про них тоже ничего не знаем. Ну да, то есть когда вы приезжаете в хорошую погоду в Москву, и здесь можно погулять по центру, это прекраснейшая, милейшая страна. Ты не думаешь о плитке? Ну да. О ливневках и прочем. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», сегодня в нашей студии. Послушаем новости рекламы, через 5 минут вернемся. Хватит хныкать, действительно, на Рыжкин. Если учесть, что у «Интерфакс-офис» находится на Маяковской, то, видимо, корреспондент просто из окна выглянул, посмотрел на «Триумфальную» и написал заметку. Да, у нас очень удобно, раза три даже я попадал на какие-то события, которые у нас происходят на Новом Арбате. Просто идешь в туалет, выглядываешь в окно, авария. Один раз так пошел. Или президент со штандартом промчался внезапно. И потом, значит, какая-то машина с мигалкой устроила аварию с такси. Потом писали, что это чуть ли не Сурков. А я пошел, это поснимал, очень хорошо. Потом это все... Хорватские болельщики прямо около входа поют довольно громко. Да, да, да. Да, хорошо быть в центре событий. У нас отсюда, кстати, пожары отлично всегда видны. С одной стороны, с другой, а где дым. Да, и когда, еще когда Гельсон был, когда он стихийно приезжал, то приедет, то не приедет, то он болеет, то он на даче, там все. И как только, значит, перекрыли Арбата, слышно же сразу, что затихает в окне. Все метнулись и смотрят, есть штандарты или нет штандарта. И тут же там, президент Ельцин прибыл в Кремль. Звонят мне дикто, говорят, да ты что, офигел вообще? Откуда ты знаешь? Не скажу. Федеральная трасса. Зато как было удобно на Никольской. Можно было по курантам время сверять. Да, да, да. У нас все опозданцы на работу. Ну вот, с последним ударом курантов пришел на смену. Про боление у меня еще один вопрос, ладно? А у меня про мировое правительство. Я прям, у меня чешется. Про гендерное равенство еще. Гендерное равенство, да. У меня мировое правительство просто очень чешется. Я все вот думаю. Это все к деньгам. Это к пенсиям, к налогам. Потому что это же банкиры и олигархи. Это они нам все подгадили. Как там? Бейдельберский клуб. Да, да, да. Откроешься? 15.35 продолжается программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Нарышкин и наш гость, редактор отдела политики «Новые газеты» Кирилл Мартынов. С вами не забывайте ваши вопросы. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Боже мой, вас спрашивают про российскую роль в Брекзите. Мне кажется, это слишком сложно сейчас. Есть какая-то российская роль в Брекзите? Ну, как-то, по крайней мере, публичных обвинений на этот счет не было. То есть по обвинениям ориентируемся? Ну, нет, ну да. Но по сравнению с... То есть понятно, что вопрос по аналогии с ролью российской, возможной в американских выборах. А Брекзит был чуть раньше. И как-то вот они как-то не придумали сказать, что это во всем виноватые. Наши хакеры были тогда еще маленькими. Хакеры, и тем более, что консерваторы, которые были за Брекзит, они были небольшими друзьями России. То есть Бориса Джонсона трудно было обвинить в том, что он друг Путина. Хорошее объяснение. Про боление хотелось еще спросить, отталкиваясь от чемпионата. Настоящий российский оппозиционер может ли радоваться победам или вообще каким-то успехам нашей сборной? Да я думаю, что может. Только проблема в том, что это достаточно тяжело. То есть ты вроде бы и радуешься, но как-то, знаете, осадочек остается, на мой взгляд. Даже по дискуссиям со всеми этими взаимными обвинениями в социальных сетях видно, что как-то не всегда люди честно и целиком могут отождествляться с победами своих каких-то национальных символов. И политики, например, Дмитрий Гудков, Шлосберг даже, понятно, что они должны здесь выйти с флагами и сказать, нет, мы оппозиция, но мы все-таки за нашу сборную. Да, если ты не политик, то у тебя немного здесь свободы побольше. Ты так, конечно, можешь чуть более скептически смотреть, когда вот эти все процессы перестают быть твоими. Где та черта, когда ты окончательно оказываешься в такой внутренней эмиграции. Я прошу прощения, а вы испытали облегчение, когда поняли, что Россия дальше не пойдет в чемпионате? Нет, мне было бы интересно посмотреть, что было бы дальше с болельщиками сборной России, когда Россия бы там всех обыграла. Это был бы интересный такой политологический кейс, там моральная дилемма и все что угодно. У меня интересный был опыт. Я смотрел за сборной, за игрой сборной России с Хорватией в компании, как мне казалось, очень чрезвычайно либерально настроенных людей. и выяснил, что они... Хорватов? Нет, ну вот московских таких интеллигентов, большая была компания, и там был потрясающий такой прям приступ патриотизма. Я с огромным восторгом смотрел, как люди там, какие-то профессора прыгают, радуются, кричат, значит, вот да, мы победили, затащили, там, значит, и так далее. Это очень-очень интересно было. Я был бы рад, если бы продолжалось все в таком духе, поучительно, потому что... Ну, слушай, конечно, нет, а вот на самом деле сейчас, да, мы не попали ни в полуфинал, ни в финал. Что Путин уже с этого поимел? Ну, знаете, я подумал вот о чем. Я хотел об этом написать, но пока не написал. Можете потренироваться. Да, ну, или мы этого достаточно будет. Вот если проанализировать отзывы российских авторов на поражение сборной Хорватии, то там основной тезис такой. Да, проиграли, но сделали это с достоинством и боролись до последнего. И меня в этом смысле, в этом смысле, в этом рассуждении я как-то выделил слово достоинство. Потому что, в принципе, в мире, вот в контексте украинских событий и в контексте других аналогичных процессов, там, на Ближнем Востоке, где-то еще, постоянно говорят про революцию достоинства. Когда вот есть власть, которая нас людьми не считает, гнобит нас, там, не знаю, не будем пальцем показывать, пенсионный возраст повышает, и далее по списку. Но тут у нас вот какой-то происходит перелом. Вот в Армении последний сценарий, тоже они про достоинство говорили. И вот тогда мы вспоминаем, что мы люди, у нас есть достоинство, и, значит, мы встаем в такую деятельную оппозицию нашим властям. Вот. А у нас вот всегда было принято в российском обществе к этим рассуждениям относиться с такой иронией. Но мы-то знаем, мы пожили. Мы знаем вот это, вы говорите, достоинство. А почем ваше достоинство? А если я вам 100 тысяч дам, да, значит, а если вот мы так зайдем, вот как у вас там с достоинством? И вот тут выясняется, что, оказывается, у нас вот тоже есть революция достоинства, но она вся инвестирована в футбольное поле, понимаете? То есть наша борьба с хорватами – это все то достоинство, которое мы могли получить. И другого нам не надо, и смешного здесь ничего нету. И вот если к нам кто-то придет хихикать, да, и говорить там, а почем ваше достоинство, да, там продались, да, там вот FIFA продались, там, или хотите продаться, вы скажете, нет, вы что, достоинство не продается. То есть у нас вот эта вся политическая романтика ушла в чемпионат мира по футболу. Очень интересно тоже. Ну, кстати, общественное достоинство еще вдруг возникло в неожиданной сфере. Нужно убирать за собой, как японские и прочие болельщики. Ну, только что по новостям мы слышали, да, Материенко призывает. Это же тоже важнейшая общественная подвижка какая-то. Мы же, в принципе, никогда ни на кого не смотрим, все делаем, как мы их считаем правильным. Ну, я пока думаю, что это просто абсолютно такой экзотический порыв, который просто прервется буквально там сейчас на начинство. То есть мы сейчас еще просто… С отлетом последних самолетов. Вы просто не любите русский народ, я так и думаю. Нет, ну, вроде как никто так. В смысле, мы же не одни такие на целом свете. Скорее, японцы так уникально на окружающих влияют. Кстати, кстати, о влиянии. Да, вот очень хотела вас спросить. Оказывается, что регулярно проводятся опросы в ЦИОМа по поводу существования мирового правительства, состоящего из банкиров и олигархов в основном. И очень растут показатели тех россиян, которые уверены, что мировое правительство есть, противоречит национальным интересам России. И сейчас вот в 2014 году таких было 57%, а сейчас 74%. То есть уже, мне кажется, большинство россиян просто уже свято верят. И даже, мне кажется, больше, чем в Бога, в мировое правительство. Ну, это немного, мне кажется, совпадает с теми цифрами, которые показывают веру в астрологию и в гадание. Плоскую Землю? Ну, плоская Земля — это отдельно. Все-таки какие-то там фантомные боли от курса физики за пятый класс, они остались у нас. Но вот насчет гадания астрологии, что, в общем, предполагает, что, понимаете, мир сложно устроен, еще главное таинственно. Вот есть такая профанная реальность, а есть настоящая, где-то там эти таинственные клубы заседают, ну и так далее, да, или там, не знаю, потомственное ясновидящее с каким-нибудь экзотическим именем. Рынок в этом смысле хороший и развивается. Я в этом исследовании, насколько я понимаю, там есть еще другая, третья важная цифра. То есть россияне действительно все больше верят в мировое правительство. Они уверены, что мировое правительство возглавляется не нами, что странно, кстати, не очень понятно, почему там у Путина нет представительства в мировом правительстве. То есть вроде бы такой влиятельный человек, но не берут. Это странно. Не достаточно лига. Так он, наоборот, противостоит все же. Да, вот, нет, как раз вот идея противостояния, да, она, ну не знаю, может быть, Медведев заседает в мировом правительстве. Ну то есть как страна все-таки большая. То есть, понимаете, из G8 нас поперли, но хотя бы в мировое правительство взяли бы, хоть на полставки. Вот, но там есть еще третья цифра, которая говорит, что влияние мирового правительства на российскую политику снижается при этом. То есть, понимаете, все-таки мы суверенитет-то после Крыма начали отстаивать, и в первую очередь против мирового правительства. Тогда вот, мне кажется, если мы эту третью позицию сюда вложим, то, в принципе, все складывается. То есть просто, то есть как бы как-как происходит. Да, понятно, что в новостях там какой-нибудь Дмитрий Киселев, он врет. Вот всем понятно, что он врет. В каком отношении он врет? Он правду говорит, что Запад нас ненавидит. Просто с утра там каждый второй американец просыпается и думает, как бы вот навредить России. Вот, и это главная проблема. По-моему, вот эти цифры, они опровергают ваше утверждение, что все знают про врущего Киселева. Не-не, а как раз я к чему. Вот смотрите, я хочу сказать, что вот здесь он прав, он во всем прав, но он в чем врет? Он главного не говорит, понимаете? Он говорит вот, ну, как бы для, как это, для простых людей, для, так сказать, необразованных. Образованные все знают, что мировое правительство еще есть. У Киселева уже нет про мировое правительство, по крайней мере, часто, явно и открыто. Он врет, не договаривает, понимаете? И тогда вот если, то есть в главном, самый главный тезис, если вы сюда вот этот главный тезис про мировое правительство, которое очень влиятельно противоречит российским интересам, мы там не представлены, но мы им сопротивляемся, и мы их побеждаем. Вот если вы сюда добавите в Киселевские все эти конструкции, вот этот тезис, скрытый тезис про мировое правительство, тогда все нормально заработает, наконец-то. То есть тогда будет понятно, в чем он врет. У меня главный вопрос. Если мировое правительство, уже все понятно, большинство знает, состоит из олигархов, они из нас качают деньги, по идее, хотят. С пенсиями и с налогами и со всем прочим, кто нам подгадил? Мировое правительство или наше? Это очень сложный вопрос, но я думаю, что могут быть промежуточные какие-то версии. Например, что нашему правительству нужно больше денег, чтобы бороться с мировым, раз уж мы там не представлены, за суверенитет. Интересно. Сейчас мы накидаем в эфире идеи для воскресного выпуска Киселева. Единороссы в Думе, как нам сообщают, не обсуждают корректировку основных параметров законопроекта об изменении пенсионного законодательства к первому чтению, сообщает нам Неверов. Это очень интересно, потому что сейчас идет еще такая информационная борьба. Всем объясняют, что очень хорошо повышать пенсионный возраст. Это оздоровит, улучшит, и вообще все будет здорово. Но при этом все отстраняются, кто может. Единороссы отстраняются от этого. Это вроде как не их. Путин, это тоже ни при чем. Но регион уже положительное заключение, по-моему, отправили в Москву. Сказали, что большинство... Регионы тоже не все. Вот как странно-то. Там как-то, как сказать, энтузиазма какого-то особенно не видно. То есть они, конечно, отправили, но как-то, знаете, сдержанно. Но плакали и замазывали синяки. И вот какой должен быть выход? Действительно, должны появиться вот эти вот незамазанные пока вроде бы люди. Ну, в первую очередь, Путин с Валаама вернется, просветленные, да? И сказать, что я сейчас все поправлю. Или нет? Сегодня была какая-то новость. Я не уверен, насколько там достоверный источник, что к второму чтению они все-таки хотят внести корректировку, связанную с отсутствием гендерного равенства, кстати. Да. С тем, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет. Вот. И если это они внесут, то это будет видно, это будет тоже такой повод, ну, как для торга, да? То есть все-таки народ был услышан. И как раз наиболее такой тяжелый удар будет смягчен по половине населения. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки они должны эту карту разыграть, какого-то такого смягчения, реформы так называемой. Но как именно они ее будут разыгрывать, это вот, мне кажется, сейчас тактически определится. Но там же, получается, смягчение всего разницы в три года. То есть вот всего три года, и половина населения, не знаю, женщины в России, они это, извините, проглатывают, да? То есть больше нет никаких споров на эту тему. Леш, я тебе скажу, как женщина пресс-пенсионного возраста, это еще недавно. Я тебе скажу, что в этом первоначальном... Смягчите на три года, ты пойдешь голосовать в следующий раз за пульсом. Нет, в этом первоначальном варианте, может быть, ты не заметил, мужчинам прибавляли пять, а женщинам восемь. Да, теперь из гендерного равенства всем по пять. Это немножечко не так справедливо, как хотелось бы. Вот так я робко скажу. Правда же? Есть что-то в этом? Да, то есть мне кажется, что вот сама это вброс этого слуха о том, что они готовят это послабление, это история про то, что вы хотели социальной справедливости, но мы вам ее найдем. Вот какую мы можем, такую найдем. То есть, иными словами, все будет в итоге более-менее в неизменном виде, но у вас будет легкое ощущение, что все-таки вас немного послушали, и какая-то там справедливость восстановила. И ощущение, что вас на самом деле вами воспользовались и плохо с вами обошлись, вроде как смягчится. Будет не настолько, да, выражено. И тогда и налоги, и все остальное пройдет, наверное, мягче. Да. Кстати, ну уже давайте про гендерное равенство. Почему-то вдруг, вот прошло 15 лет, возникло, отклонило Госдуму проект закона о гендерном равенстве, который был внесен 15 лет назад, причем, насколько я понимаю, сам Володин его и инициировал, и вот сейчас он говорит, что законопроект уже во многом устарел именно из-за того, что долго лежал на полке. У нас за это время равные права мужчин и женщин при приеме на работу или там всякие прочие вещи уже настолько лучше стали. Да, там, кстати, кроме декларации равных прав при приеме на работу, там еще была идея квот для политических партий, и там вводилось, законодательно вводилось, любимое понятие современного мира, харассмат, который у нас в законах наших отсутствует, вот как раз оно там было прописано впервые как некое явление. Вот, ну и мне кажется, что это история про флюгеров, конечно, потому что в 2003 году, если мы вспомним, что тогда было, то тогда мы, у нас главная идея была, как когда Путина спрашивали в ту эпоху, в чем цель России, там, национальная идея, он отвечал что-то вроде конкурентноспособности, он несколькими годами перед этим раньше, он там обмолвался, чего бы нам надо, в НАТО не вступить, в Бундестаге прочитал эту свою великую речь на немецком языке о рождении новой демократической России, когда ему там аплодировали стоя. Вот, и в этом, в этом, в этом контексте был тогда внесен, молодым депутатом Володиным был внесен вот с группой товарищей этот законопроект про гендерное равенство, когда мы собирались становиться нормальной европейской страной. Но потом ситуация поменялась, я так понимаю, что главная причина, почему она поменялась, заключается в том, что если мы станем нормальной европейской страной, тогда нам не нужен будет депутат Володин. Вот, и поскольку это очень такая, ну, большая потеря для самого депутата Володина и для всех остальных этих замечательных людей, то поэтому выяснилось, что вот так построение европейского общества не очень актуально откладывается на неопределенный срок, и вместе с ним откладывается и законопроект про гендерное равенство. При этом они все-таки тоже лицемерят, потому что они не могут прямо сказать, что нам плевать на гендерное равенство, и вообще мы за Слуцкого. Вот у них какая-то еще вот, как нельзя сказать, что мы там, не знаю, мы за тиранию. Представляете, вот вышла бы демонстрация единороссов с флагами, там даешь там диктатора. Вот, ну, были же прецеденты в истории 20 века, в некоторых обществах такое происходило. А у нас почему-то вот считают, что мы при всем прочем, мы за демократию. А еще за гендерное равенство, в принципе, это хорошая цель, но вот законопроект устарел. Пишет нам Шамиль из Санкт-Петербурга. Один мой приятель говорит про это все. Путин все делает правильно, просто ему полномочий не хватает, потому что Конституцию нам писали американцы. Вот если бы Конституцию нам писали американцы, то, наверное, и с гендерным равенством уже было бы все тоже по-другому. Но любопытно, что Володин нашел именно это слово, что устарел документ, потому что, судя по тому, что вы говорите об этом проекте, это какой-то, ну, экстремально новый подход и вообще доселе небывавший. Оказывается, он устарел. Ну, действительно, ситуация изменилась, чего тут говорить. По поводу вот того, что нас беспокоит и что нам тут мировое правительство подгадило. Мировое правительство нам налоги и цены на ЖКХ повышает, а мы им цены на бензин и пенсионный возраст повысим. Такая, видимо, борьба. Как вам нравятся вот эти вот последние угрозы от налоговой службы о том, что нужно теперь безо всяких дополнительных проверок получать информацию из банков? Как вам кажется, кто победит? Наши специалисты по обхождению всего, то есть Великий Русский Народ или Федеральная налоговая служба? Это же бесконечная история. Ну, понятно, что ФНС не в первый раз эту задачу перед собой ставит. Понятно, что в этот раз была более-менее заметная публичная подготовка к этой инициативе. И это означает, что сейчас, наверное, у налоговиков больше шансов, чем когда бы то ни было, эти права получить. Под подготовкой я имею в виду многочисленные слухи, которые в конце весны ходили о том, что вот что-то подобное произойдет. То есть, ну, может быть, эти слухи и случайно, конечно, появились, но мне кажется, что все-таки это была какая-то такая прелюдия зондирования почвы по то, чтобы действительно эти меры пытаться внедрять. Ну, а дальше это вопрос про такие пределы фискального контроля. То есть в начале 2000-х вот тоже раннее путинское правительство, они вроде как поняли, что при высоких налогах попытки собрать их ни к чему не приводят, потому что люди делают все, чтобы уходить от налогов. Соответственно, налоги надо понизить, и параллельно нужно повышать фискальную дисциплину. Сейчас у нас идея заключается в противоположном. Налоги повысить и фискальную дисциплину еще подтянуть, так что просто вот этот ремень, он на горле затянулся, но вот тот ремень, который нужно затягивать, он постепенно так горло отъезжает. И они считают, что это так... Ну, то есть вообще в России сейчас все верят, что чем больше контроля во всех смыслах слова, тем это все будет эффективнее работать. Понятно, что весь и российский, и предыдущий опыт, и мировой опыт показывают, что так не бывает. Но опыт с телеграмом показывает, что можно просто через голову перевернуться, и каждый второй найдет способы обхода. Нет, ну, просто с этими инициативами ФНС в чем проблема, если ты не нарушаешь законы, если у тебя прозрачные доходы. Если ты получаешь официальную зарплату. Значит, мне тут пришли на карту, я же бюджетник еще по одной из своих работ, и мне пришли отпускные на карту мира. Я понял, что я не могу их перевести, там, отпускные за три месяца относительно, какая-то заметная сумма, я просто не могу. Мне карта мира дает ограничения на перевод этих денег на нормальную карту. Вот, и я думаю, что здесь еще надо с этой стороны как-то зайти, то есть просто вы ограничиваете одновременно тогда еще оборот наличных, получается, и вот тогда наступают новые какие-то, ну, новые такие киберфискальные времена. Прекрасно. Мы рождены, чтобы кавку сделать былью, как и предполагалось. Персонально ваш сегодня был Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», а Ольга Журавлева и Алексей Нарышкин вернутся к вам в следующем части. Продолжение следует...